Призыв под конвоем. На молодых людей, уклоняющихся от военной службы, объявлена настоящая охота. Рейды устраивают во Львове, Киеве, Харькове. Свидетелями одного из них стали наши журналисты буквально сегодня. По чьей команде отлавливают призывников? Пыталась выяснить Юлия Жешко. Ночь на 4 ноября. Военные и полиция перекрыли один из львовских переулков. У мужчин призывного возраста проверяют документы, люди в масках и бронежилетах. Сегодня главный военком области уверяет, никакая это не облава. Эти заходы проводились четырьмя женщинами-військовослужбовцами, которые работали на компьютере с программой призов, и представниками военкомиссара, и трьмя представниками нацполиции с женщинами. Но если это облава считается, то такими силами мы можем выиграть войну на сходе нашей страны. Впрочем, на призывников таким образом охотятся не только во Львове. Недели ранее масштабный рейд провели в столичном клубе Югентхаб. Тогда полиция задержала и доставила в военкомат 30 человек. Похожий случай произошел на днях и в Харькове. Охотники на призывников не ленятся дежурить возле баров, ночных заведений и центрах крупных городов. Опознают уклонистов методом тыка. Устраивают квартирные рейды. Свидетелями одного из них во Львове стала наша съемочная группа. Списки на сегодня шесть квартир. Для жильцов это привычное дело. Случаются и конфузы. К примеру, в этой квартире якобы живет новобранец. Повестки ему носят уже около двух лет. Чтобы прояснить необычное поведение представителей военкоматов, мы отправились на брифинг в Министерство обороны. Надеялись получить ответ на вопрос. Команды о проведении рейдов отдают из столицы или это самодеятельность регионов? И вот что услышали. Наступное, пожалуйста. Я еще раз скажу. У нас сегодня тема брифинга – организация подготовки войск. Юлия Жешко, Галина Якушко. Подробности – телеканал «Интер».